Девушки отдыхают Что случилось? Я, Лёх, хотел себе новый велик купить Пять месяцев деньги собирал А потом смотрю, в интернете точно такие же велики, как у нас в спортивном магазине Только в пять раз дешевле Ну, типа, как это? Прямо от производителя Во! Ну, я, короче, обрадовался Экономия! Ну, и заказал велик с доставкой на дом И в чём проблема? Да ты понимаешь, Лёх? Там, оказывается, этот производитель в Сингапуре И надо ещё за доставку платить Ещё какие-то пошлины Завоз велосипедов Сколько всего надо? Лёх, там ещё за сборку Его же в разобранном виде привезли Ты что? Сам не можешь велосипед собрать? Они сказали, в договоре указана фирменная сборка Хотите, сами собирайте Но за сборку всё равно надо платить Короче, когда всё посчитали Получилось в два раза дороже Чем в простом человеческом магазине Ну, ты экономист Сэкономил он Лёх, ты деньги-то дашь? Придётся Не бросать же родного брата в финансовой яме Спасибо, Лёх Ты реальный мужик Только знаешь, Димыч Чтоб такая чепуха больше не происходила Надо будет показать тебя одному специалисту Скрепки Из Нижнего Тагила По железной дороге Тапки Из Сингапура Каким самолётом? Может, вы им ещё билеты в бизнес-класс купите? Везите по морю, не укачает Так, что ещё? Зелёный горошек из Румынии Хм, знаю я этот горошек Пускай они его сами едят за такие деньги У меня есть варианты и дешевле, и ближе Всё, пока Привет, Юр! Как дела? Да вот Рублюсь, аки-демон За каждую копеечку Хм, только на тапки скидку выторговал Румыны взяли, взвинтили цену на зелёный горошек Голова трещит, как трансформаторная будка Хм, а ты чего приехал? Я же вроде пиццу не заказывал Да нет, Юр, я тут не по работе Я к тебе по личному делу Есть три минутки? Ну, ты, Лёх, у нас самый надёжный поставщик пиццы Поэтому для тебя хоть пять Юр, это вот мой брат Димка Кстати, познакомься Это Юрий У него очень редкая и очень сложная специальность Называется логистика Юр, тут Димон недавно хотел сэкономить А в результате прогорел Ты бы ему рассказал о логистике в общих чертах Чтоб он впредь таких ошибок не делал Логистика, старик, это целая наука Тут тебе и планирование, и управление И контроль за передвижением всех ресурсов И материальных, и финансовых, и информационных С позиции менеджмента отдельной фирмы Логистику можно рассматривать как управление материальными потоками В процессе закупки, снабжения, перевозки, продажи и хранения товаров Чё, тяжело доходит? Ну, как сказать? Ладно, объясняю на пальцах Возьмём, к примеру, велосипед О, знакомая тема Допустим, тебе надо купить тысячу велосипедов Есть три варианта В Самаре по шесть тысяч рублей за штуку В Новосибирске по пять И во Владивостоке по четыре Где будешь покупать? Конечно, во Владивостоке Ха, вот видишь, ты даже не уточнил, какие именно велосипеды продаются в разных городах И совершенно не подумал, сколько будет стоить их доставка Изучаем вопрос подробнее И выясняется, что Самара обеспечивает доставку и гарантирует полную сохранность груза в пути Новосибирск говорит Приезжайте, забирайте сами А Владивосток требует стопроцентную предоплату И предлагает доставку своим транспортом Но за наш счет и в течение трех месяцев И когда мы все подсчитаем Получается, что там, где дешевле, на самом деле намного дороже Круто! А на логистов где вообще учат? В логистическом институте? Да нет, в обычных экономических вузах Юридическое образование в нашем деле тоже не помешает И самое главное, чтобы быть логистом Надо иметь стратегическое мышление Как у шахматиста Образно говоря, надо думать не как пешку сожрать у противника А как выиграть всю партию Ну что, Димон, понял теперь, как правильно велосипед покупать? Понял Один велосипед покупать вообще смысла нет Оптом дешевле Продолжение следует...